Добро пожаловать в рубрику «Простой вопрос». Здесь мы отвечаем на действительно сложные вопросы, которые при этом сформулированы достаточно просто. Если пропустили предыдущие видео из этой рубрики, посмотреть их можно в плейлисте «Простой вопрос». Ссылка в углу экрана и в описании. Сегодняшний простой вопрос звучит так. Какой насос мне купить? Он даже может быть дополнен некоторыми вводными, вроде для дачи или для огорода. Что ж, давайте разберемся, какие насосы вообще существуют и по каким параметрам их выбирать. Для начала выделим основные характеристики, которые можно посмотреть у любого насоса. Мощность в ваттах показывает, сколько этот насос потребляет энергии из электросети в номинальном режиме работы. Производительность – литров в час или литров в минуту. Тут, как понятно, из единиц измерения видно, как быстро насос перекачивает воду. Напор или давление – метр или бар, соответственно. Это максимальное давление на выходе из насоса. Может быть указано либо в бар, либо в метрах, показывая максимальную высоту подъема воды над насосом. Есть и другие важные параметры насосного оборудования, но они уникальны для каждого из типов этого оборудования. Сегодня мы рассмотрим основные, которые встречаются в ассортименте Denzel. Поверхностные насосы и насосные станции. Мотопомпы. Погружные, в том числе дренажные, фекальные и насосы высокого давления. Скважинные насосы. Циркуляционные и фонтанные насосы. Поверхностные насосы рассмотрим на примере Denzel GPL 800X. В основе лежит электродвигатель и центробежный насос. Устройство такого типа устанавливается над поверхностью, то есть зеркалом воды. Например, сверху колодца или цистерны с водой. Используются для создания систем полива в саду или систем водоснабжения в доме. Обладают низкой потребляемой мощностью, высоким напором и средней производительностью по сравнению с другими типами насосов. Среди недостатков такого типа насосов можно выделить ограничения, связанные с физикой поведения воды. Такие насосы не способны поднять воду через всасывающий шланг более чем на 8 метров от зеркала воды. Поэтому, если у вас на участке глубокий колодец, то нужно выбрать насос другого типа. Поверхностный насос в паре с гидроаккумулятором образует насосную станцию. Устройство, которое автоматически включает и отключает насос, тем самым поддерживает постоянное давление в системе водоснабжения при открытии или закрытии кранов потребителей. Если взять поверхностный насос, заменить электродвигатель на двигатель внутреннего сгорания, а также сильно увеличить насосную часть, то получится мотопомпа. Полностью автономное устройство, которое позволяет перекачивать воду с огромной производительностью даже в чистом поле или дремучем лесу. Несмотря на действительно большую производительность мотопомп, от 170 литров в минуту у младшей модели до 1500 литров в минуту у старшей, они обладают тем же недостатком, что и поверхностные насосы. Максимальная глубина всасывания до 8 метров. Максимальный напор при этом тоже не очень большой, до 30 метров. Поэтому мотопомпы в основном подходят для перекачивания воды по горизонтали или для подъема на небольшую высоту. Исключение – модель Denzel PX50H. У нее максимальный напор 65 метров, а производительность – 600 литров в минуту. Это значит, что эту помпу можно использовать не только для перекачки воды, но и, например, для тушения пожаров. Для этого, кстати, предусмотрено три отверстия подачи воды, позволяющих подключить несколько пожарных рукавов одновременно. Следующей группой, которую мы рассмотрим, будут погружные и дренажные насосы, которые часто путают между собой, а также фекальные насосы или же фекальники. Для начала стоит уточнить, что дренажные насосы – это разновидность погружных, а фекальные, в свою очередь, разновидность дренажных. Для удобства сравнения рассмотрим эти насосы рядом. Все они работают при полном или частичном погружении в воду, имеют поплавок для автоматического включения и выключения, а забор воды происходит в нижней части насоса. Принципиальные отличия становятся видны, когда мы начинаем сравнивать их характеристики. Так, погружные насосы способны обеспечивать напор до 40 метров, как у модели Denzel PH1100, а дренажные при той же мощности до 11 метров или до 7 метров, как у модели Denzel X-Pro DPX650. При этом производительность дренажных насосов значительно выше, чем у обычных погружных. Так, при почти в два раза меньшей мощности 650 против 1100 дренажный насос обладает примерно в два раза большей производительностью 11,5 тысяч литров в час против 5,5 тысяч литров в час. Выходит, если основная задача перенос воды вверх, скажем, из глубокого колодца в емкость на поверхности земли, то стоит выбрать погружной насос высокого давления. С помощью него же можно организовать систему полива. А если задача состоит в быстром перекачивании большого объема воды без большого подъема, например, при откачке воды из затопленного подвала, необходимо воспользоваться дренажным насосом. Фекальные насосы, по сути, те же дренажные насосы, способны обеспечить высокую производительность при малом напоре, но на них дополнительно установлен нож, который буквально перемалывает все посторонние предметы на входе в насос и позволяет использовать его для перекачки септика. Теперь перейдем к более узконаправленным устройствам, скважинным насосам. Тут понятно из названия, что эти насосы предназначены для работы в скважинах, а значит должны поднимать воду с большой глубины, до 150 метров у старших моделей. При этом их производительность относительно небольшая, до 6000 литров в час у моделей с центробежным насосом. Поэтому для комфортного использования скважины в качестве источника воды рекомендуем установить наземный бак для воды, из которого, в свою очередь, можно обеспечить систему полива или систему водоснабжения в доме. И напоследок, коротко рассмотрим циркуляционные и фонтанные насосы. Первые устанавливаются в разрезе труб для обеспечения циркуляции воды по ним, например, для систем отопления. При выборе стоит обратить внимание на соединительный диаметр, производительность и напор. Фонтанные насосы в основном отличаются по производительности и напору. Чем больше эти параметры, тем выше и пышнее получается фонтан. Как вы видите, каждый тип насосов хорош именно для своих целей. Какой насос выбрать и под какие задачи решать вам. А помощь в подборе всегда готовы оказать операторы нашего магазина denzeldefizepower.com Остались вопросы? Задавайте в комментариях под этим видео. И не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с ответами на простые вопросы. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok